Главы городов ДНР выступили с обращением к народу республики. Депутат Рады рассказал о колоссальных запасах газа на Украине. Россия попросила назвать цели, по которым США хотят ударить в Сирии. Главы городов ДНР выступили с обращением к народу республики, в частности, исполняющей обязанности главы администрации города Донецка. Алексей Кулемзин выразил поддержку Народному совету ДНР и отметил, что кадровые решения, которые принимались после гибели главы ДНР, не соответствуют Конституции. Кадровые решения, которые принимали сразу после гибели Александра Владимировича Захарченко, не соответствуют Конституции ДНР. Согласно Конституции, временно исполнять обязанности главы может лишь первый заместитель председателя Совета Министров ДНР. Таким образом, единственным легитимным органом, который на сегодня есть в республике, это Народный совет, в состав которого вошли участники боевых действий, активисты, общественные деятели. И все они были избраны народом республики в 2014 году. В связи с этим, считаю решение Генеральной прокуратуры ДНР о необходимости назначения депутатами Народного совета, исполняющей обязанности главы Донецкой Народной республики, единственно верным. Александр Владимирович строил Народную и Правовую республику. Стоит отметить, что 7 сентября в 12.00 началось заседание Народного совета ДНР по вопросу проведения выборов в республике. Все подробности смотрите в вечернем выпуске новостей на телеканале Новороссия ТВ. Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарутов в эфире телеканала Ньюсуан заявил, что Киев якобы располагает колоссальными запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и во всем мире. Страна имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одни из самых больших в мире. И что нужно для этой страны, нужно 5-7 миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат нам независимость по импорту. А это означает, что мы опустим цены у нас. А дальше это можно сделать за пять лет. Кроме того, Тарута убежден, за 10 лет Украина и вовсе сможет не только обеспечить голубым топливом жителей страны, но и экспортировать огромные объемы газа другим государствам. Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет и каждое предприятие, и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше сегодня импортного газа, импортной нефти и это даст нам стабильность. Москва предложила властям США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия и направить туда представителей ОЗХО. Об этом сообщил постпредроссии при ООН Василий Небензи. «У нас в этой связи есть конкретные предложения к американским коллегам. Огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара тройки». При этом постпред добавил, что если Вашингтон подозревает связь сирийских объектов с хранением или применением химоружия, то необходимо передать эти сведения в ОЗХО для проведения предусмотренной химконвенции инспекции. Небензи также добавил, что России дополнительно известно, что на неподконтрольную сирийским властям территорию сложными маршрутами завезли отравляющие вещества и оборудование, которые боевики собираются использовать для провокаций. Он подчеркнул, что представители незаконных вооружённых формирований уже прошли инструктаж западных спецслужб. «Белые каски уже нарисовались в Идлибе, а в самой провинции похищены десятки детей». Вместе с этим Небензи обратил внимание, что одновременно вблизи Сирии наблюдается военное присутствие ключевых западных стран, а их официальные лица выступают с агрессивными заявлениями.